Всем енот, катаны! С вами Пуховик и это вторая часть видеодневника команды Old Guard. И она будет полностью посвящена экспресс-турниру на сайте 4Stars. А начнем мы, пожалуй, с небольшого совета. Если ваш геолкибер постоянно просится поиграть на форварде в поле, ни в коем случае ему не отказывайте, иначе он начнет забивать в свои. К сожалению, у меня не сохранился материал с играми Shark Steam и Кибершинник. Но ничего страшного, видео все равно будет достаточно долгое. И первый матч на сегодня. Roll Ball против Old Guard. И уже на 12-й минуте Серега смог вскрыть оборону, состоящую из ботов, и пробить в ближний угол. К сожалению, вратарь был на месте. К 36-й минуте начал действовать Барсельдоний, препарат которым снабдил нас тренер. И мы поняли, что есть кнопка паса. И Дмитрий Сантика-Сорова делает проход и в дальнюю шестерку забивает неберущийся гол. На радостях Диман побежал надавать по щам угловому флажку. Он теперь понимает, что все женщины в городе будут его. Благодаря самому сексуальному в мире ЦАПу, команда Old Guard выходит вперед. 1-0, 37-я минута. А на 43-й минуте, арендованный у команды FF Dream, Игр Погребняк проходит по левому флангу и отдает отличную передачу на нашу секс-бомбу, которая забивает от жопы защитника еще один великолепный матч. Мяч, сука. Не буду это перезаписывать. Видимо, Дмитрий, секс-бомба Косорова, решил покорить сердца еще и всех мужчин в городе. Слишком уж хорошо, он попадает по чужим жопам. Но как бы то ни было, счет 2-0, Old Guard впереди. Первый тайм закончился под тотальным преимуществом команды Old Guard по ударам. И уже на 56-й минуте Дмитрий, секси-пушка Косорова, делает очень важный отбор и совершает удар по воротам. К сожалению, алкоголик на месте. К счастью, при сбросе аута боты абсолютно не прессингуют, что позволяет нам разыграть голевую передачу. Разрезающая передача на нашего секси-пушку, который, к сожалению, попадает прямо вратаря. И Игорь Погребняк забивает гол. Топ-форвард, что здесь сказать? На 65-й минуте бот ошибается, и мы организуем быструю контратаку. Погребняк передает на Зууса, тот ускоряется, проходит по правому флангу, делает остановочку и спокойненько забивает, пожадничав, отдать пас. Вратарь этого абсолютно не ждал. 4-0. Шансов у Ролбова практически нет. Но, несмотря на разгромный счет, команда Ролбова не сдается. И уже на 75-й минуте происходит такая вот ошибочка, в результате которой забивают красивейший гол в дальнюю девятку. Поговаривают, что игрок под ником 1-1 в прошлом был учителем нижнего брейка. Но из-за низких зарплат он ушел в бизнес, а именно в футбол. В общем, 4-1 это окончательный счет матча. Особо интересных событий больше не происходило. И несмотря на большое количество отборов у команды Ролбова, создать опасных моментов они не смогли. Тотальное преимущество по ударам и, в общем-то, без проблем победа команды Олд Гвард. Обязательно посетите канал Салават Юнайтед. Если вам нравятся спортивные симуляторы, этот канал придется вам по вкусу. А если вы являетесь фанатом профи-режима, то обязательно вам понравится рубрика «Бубновая разборка». Нам осталось сыграть последний матч группового этапа. И от этого зависит, с первого либо со второго места мы выйдем из группы. Так, кто у нас там из соперников-то остался? Фаллен Энджелс, конечно же, играли фулкой. Но никто, кроме меня, не зассал. И уже на второй минуте мы организовали первый удар в створ ворот. А уже на 12-й мы организуем мгновенную контратаку. И Дмитрий Секси-Хлопушка делает что-то невероятное. Выдает офигенную передачу на дальнюю штатку. И Давид замыкает эту передачу. 1-0, Олд Гвард впереди. Фаллен Энджелс включил высокий прессинг. И на 19-й минуте они ответили уже первым ударом в сторону ворот. Каким-то чудом они не забивают и на 39-й минуте. Суматоха в защите приводит к очень опасному моменту на 42-й минуте. Но, к счастью, мы все поставили свечки в храме, что нас спасло от гола. Но буквально через минуту при розыгрыше стандарта удача нас покинула. 1-1, ничья. Уже в самом начале второго тайма Фаллен Энджелс имели два прекрасных момента, чтобы уйти вперед. Лучший правозащитник 12-го сезона 1-го дивизиона РЛПК по версии никому не интересной статистики FIFA. И вот Фаллен Энджелс доминировали, доминировали, да вы доминировали. На 67-й минуте счет становится 2-1. Прекрасный перехват совершает Игорь Погребняк на 82-й минуте. Но, к сожалению, его удар в дальний нижний угол не приносит никаких результатов. А матч так и заканчивается со счетом 2-1. Олдгвард выходит из группы со второго места. К сожалению, о матче 1-4 финала Олдгвард Вэрюрс я могу мало что сказать. Кроме того, что мы выиграли его 2-0. Центр. Блин, да что за пиздец! Я вылетел. Я не про лаги. Пиздец, блядь. Я тоже могу вылететь сейчас. Иб***ь, антивирус, блядь. У меня такая же походу хуйка. Зеб***тые электроники, блядь. Итак, полуфинал. Кулебяки против Олдгвард. В плей-офф играется одна игра с соперником, так что ответственность очень высока. На 10-й минуте кулебякам удается создать довольно-таки опасный момент у наших ворот. Но, к счастью, форвард не может нанести прицельный удар. Как обычно, в днище ПЗшник где-то бегает, но, к счастью, БОТСЗшник на месте. В этой игре главное выиграть верховую борьбу. Санти отдает передачу на Игоря Погребника и бум! Гол! 1-0, Олд Гвард впереди! Розыгрыш аута, 43 минута, пас на бота, бот выдает великолепную передачу на Дмитрия Секси Солдера Косорова, который завершает эту великолепную передачу 2-0 в пользу Олд Гвард. Ой, как хорошо, что нам по пути. Вы не против? Я вам совсем мешать не буду. Бейте в дальний спокойно. Как итог, полуфинальный матч закончился со счетом 2-1 в пользу команды Олд Гвард. Команда Кулебяки доминировала, если судить по ударам в створ, точности пасов и отборам мячей. Ну и в финале мы встретились с командой Fallen Angels. Они опять играли фулкой. У нас не хватало линий защиты, ну и буквально совсем каратенечко пробежимся по основным событиям матча. Гол! Говноудар! Покалечили человека! Говноудар! Божественный отбор! Идиотский пенель вместо выбивания мяча! Гол с разворотов после падения всех и вся в защите! Как итог, Fallen Angels чемпион экспресс-турнира. Поздравляем их!